Всем привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас обзор вот этого очаровательнейшего создания, которое называется Эде Парфам Ту от Гуччи. И я скажу вам по секрету, те, кто любит Дону Феличи Фаберлики, просто вас просто заколбасит от этого аромата. Тысяча процентов. Постараюсь ложиться в 5 минут, чтобы не отнимать ваше драгоценнейшее время. Коробочка открывается вот так. Для начинающих парфюманьяков не рекомендую выбрасывать коробочки, потому что вот этот аромат, он, по мнению многих, он идёт на именно холодное время года. Вот такая вот, вот такой красивенький флакончик, просто вообще классный. Я посмотрела пирамиду и сейчас на себя его нанесу. Значит, и что я хочу сказать. Из моих безусловнейших фаворитов этой осени Си Армани, потому что там чёрная смородина. И мне очень нравится этот аромат тоже, потому что здесь есть чёрная смородина. Причём она существует там даже в двух видах, то есть её должно быть очень-очень много. Но, опять же, в зависимости от температуры, влажности, кислотности вашей кожи, он может начать выдавать кому-то чёрную смородину, кому-то ёлку, кому-то апельсины. Но в любом случае ёлочка и апельсинчики здесь будут звучать, потому что в базе белый кедр, мускус и ещё одна нота я напишу, какая. И в двух вариантах присутствуют цитрусовые, в верхних нотах, поэтому ёлочку, в базе белый кедр, в частности. И цитрусы вы услышите, то есть то, за что я обожала несколько лет подряд Донну Феличи, оказывается, было ближе ко мне, чем я могла подумать. Сейчас, на данный момент, у меня три аромата Гуччи находятся на обзоре. Спасибо большое Яночка, она мне их дала, чтобы я вам могла про них рассказать, потому что она фанат Гуччи. Ну, в общем, девочки и мальчики советую присмотреться, кто ещё не присматривался. И он такой вот, реально такой аромат декабря, аромат января, аромат нового года. То есть, присмотритесь, присмотритесь, потому что композиция составлена достаточно красиво и благородно. И, знаете, было бы, что так ни шатка, ни валка, я бы нашла повод докопаться. Лицом этого аромата в разные периоды были разные модели, в том числе жительница Украины Снежана Анопко, там очень красиво отфотошопленная на рекламе. Всё красиво. То есть, и я уже писала где-то, да, я писала на фрагрантике. И Гуччи нужно сказать отдельное спасибо за дизайн флаконов. Они такие тяжёлые, они такие красивые, они такие блестящие, они такие разные. В общем, одни восторги, если честно. Очень нравится. Эде Парфам, соответственно, со стойкостью всё более чем хорошо и на одежде, и на коже. Пятен не оставляет. Ну, в общем, в нём нет ничего, за что его можно было бы не любить. Это я вам точно говорю. Он перерождается. То есть, он перерождается настолько, насколько он вообще захочет. И я начинающий парфюманияк, то есть, я ещё не знаю, там, кислотность, температура, влажность, ещё много разных есть. Есть моментов, по которым это будет звучать более или менее красиво на вас или на ваших родных и близких. Но на одежде, да, здесь нет никакой кислотности, всё очень красиво. Рекомендую поразнашивать, если есть возможность, если есть он у кого-то из ваших родных и близких. В следующем видео я расскажу вам вот про этого чудесного малыша. Субтитры сделал DimaTorzok